Здравствуйте! Это программа Фокусе Событий. Меня зовут Анатолий Никитин. А нам ничего не задали. Домашки нет. Радостная фраза, которую порой произносят школьники, и которая в том числе радует родителей, которым домашнее задание не адресовано, но в процессе выполнения участвовать приходится. Так вот, эти фразы в скором времени, возможно, будут звучать чаще. Правительству России на высшем уровне поручено принять меры для формирования гармоничной, сбалансированной и результативной нагрузки на школьников. Для решения этих задач предлагается усилить межпредметные связи, синхронизировать вопросы государственной итоговой аттестации с образовательными программами, уменьшить количество проверочных работ и сократить время на выполнение домашнего задания. Ну, все-таки не до нуля сократить, задавать все равно будут, но меньше. Эксперты считают, что ученики, особенно восьмых-девятых классов, зачастую перегружены, потому школьники и родители периодически жалуются на количество домашнего задания, из-за которого не хватает времени на кружки и секции. Как отметил в интервью коммерсанту заведующий кафедрой словесности школы «Новый взгляд» Вадим Хардин, мозг не может все время усваивать информацию. Отзанимался школьник 6-7 уроков, информация в мозг поступила, но нужно время, чтобы ее усвоить. Прогулки, игры, бассейн, музыка. Сообщается, что правительство должно отчитаться о формировании гармоничной, сбалансированной и результативной нагрузки на школьников до 1 декабря. То есть этот учебный год в любом случае доучиваться будут в прежнем режиме. По-новому видно будет. Основа учебного года российских школьников и так ждут изменения. Предмет технологии изменит свое название на труд, получив при этом новое содержание. Дополнительно будет введен обязательный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» для учеников средних и старших классов. В учебный курс по математике невероятно, а точно добавится новая тема «Вероятность и статистика», которая дополнит уже существующие разделы «Алгебра и геометрия». Статистика для чего нужна? Если мы знаем, например, прошлое, что у нас произошло, какие изменения у нас, например, сколько там, условно я просто говорю, техникумы, вузов, насколько увеличилось, насколько студентов больше стали, например, заводы, насколько улучшилась статистика, то мы будем к этому опять-таки лучше готовы. И вот это статистические данные, статистическое мышление у наших детей – это очень важно. Они, понимая, что было, и улучшая эти статистические данные, они могут свой результат лучше сделать. Ученики смогут сами подчитать статистику своих ответов в рамках курса и спрогнозировать вероятную итоговую оценку. Наверное, я-то вероятность в школе не изучал. Зато в мое время в школе были оценки за поведение, и, вероятно, они снова вернутся в образовательные учреждения. Глава Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев был намерен обсудить со специалистами возможность вернуть школы оценку за поведение, которая может влиять на баллы по ЕГЭ, снизить их. Цитата. Если за ГТО и волонтерство баллы добавляют, то почему бы со злостных хулиганов эти баллы не снимать? Ну и еще об одной вероятности. Возможно, в новом учебном году российским школьникам предстоит изучать цифровую гигиену в рамках программы по информатике. По крайней мере, поручение о внедрении этой темы в курс обучения получила Минпросвещение. Цифровая гигиена – это основное правильно понимать и правильно делиться информацией. Многие же вот мы видим, мы читаем и кому-то звоним или просто в WhatsApp пересылаем. Вот мы должны сначала внимательно почитать гигиена. В чем заключается? Почитать, сверить эту информацию. Не только верить одному источнику. Как вы в новостях обычно делаете. Не верить одному только источнику, да? А посмотреть в других источниках. Например, в YouTube одно видео, ты возьми в Рутюбе, открой, посмотри. Ты посмотри ВКонтакте, просто в Гугле набей. Можно доверять официальным источникам. И потом только ты имеешь, вообще я считаю, имеешь право кому-то эту информацию присылать или делиться. Согласно официальным документам, Минпросвещение должно подготовить доклад на тему внедрения цифровой гигиены в школьную программу к концу лета. И это будет их задание на каникулы. Придется поработать. Ведь это школьникам домашку сократить нужно. А нагрузку на ведомство никто снижать не предлагал. Это была программа «В фокусе событий». Смотрите нас и будете в курсе того, что действительно интересно.